Всем привет, дорогие друзья! Смотрите, этот канал существует уже восемь лет. Восемь лет с ума сойти, как быстро летит время. И я за это время сделал огромное количество обзоров на все, что угодно. Вот на все, что угодно, что относится, касается или хоть как-то может помочь нам для съемки видео. Но есть одна тема, которую я всегда почему-то обходил вниманием. Это обзоры высокоскоростных карт памяти. Я даже скажу вам, почему это происходило. Высокоскоростные карты памяти нужны были в первую очередь для профессиональных кинокамер или фотоаппаратов с очень высокой скоростью серийной съемки. И да, конечно, я пользовался такими картами памяти, когда делал вам обзоры на разные кинокамеры, беззеркальные камеры. Но это была совершенно не массовая история. Потому что раньше камеры обычные, которые стоят 2000 долларов, даже 4000 долларов, они не записывали в таких режимах, чтобы вам не хватало, ну скажем так, обычной SD-карты с индексом V60. То есть большинство этих камер снимали 4, 2, 0, 8 бит, потом у нас появилось 4, 2, 2, 10 бит. Но все равно эти битрейты были в районе 200 мегабит в секунду. Чтобы получить мегабайты в секунду, нужно 200 разделить на 8. То есть, как вы понимаете, скорости были совершенно небольшие. Поэтому можно было спокойно обходиться бюджетными картами памяти. Но сейчас прогресс дошел до того, что даже купив камеру за 2500 долларов, ты можешь получить там возможность снимать видео с высоким разрешением. То есть это 4К, 6К, 8К, при этом с большим битрейтом, а иногда даже в RAW, в RAW. И что получается? Человек, накопив деньги на новую камеру, ее покупает, вставляет на нее карты памяти со своей прошлой камеры, а в максимальном качестве не тянет. То есть, либо запись останавливается, либо она иногда останавливается, а иногда не останавливается. Либо тебе сразу камера пишет, что твоя карта не подходит. Так что высокоскоростные карты памяти, они перестали быть утилитами специально для профессионалов. То есть, теперь они нужны всем. И с этого дня я запускаю как раз-таки новую линейку обзоров, новый плейлист обзоров именно карт памяти. Высокоскоростных карт памяти. И у нас будут CFexpress Type B, CFexpress Type A и SD карты. И для того, чтобы протестировать как можно больше разных карт памяти, разных брендов, я написал всем производителям карт памяти. Всем, кого я знал, я написал. И на текущий момент откликнулись уже 3 или 4 компании, которые готовы предоставить свои самые скоростные карты на обзоры. Но первой такой компанией стала Kingston. И сегодня как раз-таки у меня обзор SD карты с индексом V90. И называется она Canvas React. Или Canvas React. Не знаю, как правильно. Но факт заключается в том, что это одна из самых доступных, а возможно вообще самая доступная SD карта с индексом V90. И сегодня я протестирую на скорость чтения и записи как на своем компьютере, так и с использованием внешнего картридера. А также я поставлю на своей кинокамере Canon C70 самый тяжелый формат. Это запись в RAW 60 кадров в секунду с битрейтом 645 Мбит в секунду. То есть, это скорость в районе 80 Мбит в секунду. То есть, это максимальный поток для этой камеры. И конкретно эта модель выпускается уже примерно 3 года. Но что интересно, максимальный размер карты памяти с индексом V90 у Kingston до сих пор остается 256 ГБ. И сегодня, поскольку у меня не чистый обзор карты памяти, а, грубо говоря, погружение вас в эту тему, для того, чтобы вам в следующие видеоролики на эту тему было смотреть понятнее, я хочу рассказать, для чего сейчас, для каких камер используются быстрые SD карты. И на самом деле таких камер не так уж и много. Дело в том, что сейчас большинство камер, топовых, флагманских камер, могут снимать видео в 8К. Если мы говорим о Canon, к примеру, там у нас есть 8К 60 кадров в секунду. R3 6К 60 кадров в секунду в RAW мы можем снимать. Если мы говорим о Sony, то есть A1, у нас тоже 8К 30 кадров в секунду. Если мы говорим о Nikon Z9, то там вообще просто огромный набор всевозможных разрешений, частот кадров и кодеков. И на всех этих камерах для записи в максимальном качестве используются карты SafeExpress Type-B. Потому что на текущий момент это в принципе самые быстрые карты, которые только существуют. И да, конечно, на многих вышеперечисленных моделях есть также слот и для SD карт. Но дело в том, что на SD карту в максимальных режимах вы записывать не сможете. То есть вы даже попробовать не сможете. Например, на кинокамере R5C запись на SD карту возможна только при потоке менее или равном 645 Мбит в секунду. Ну то есть как раз-таки такой же поток, как на C70, 4К, 60 в RAW. А все, что выше, поскольку камера может снимать и 8К, пишется по дефолту на карту SafeExpress Type-B. А на камерах Sony для максимальной производительности используются карты SafeExpress Type-A. И они по скорости меньше, чем в SafeExpress Type-B, но быстрее, чем карты SD-V90. И получается, что на текущий момент сложилась такая ситуация, что SD карты V90 стали стоить при том же объеме дороже карт в SafeExpress Type-B. Но сейчас, за счет того, что они используются на многих камерах, в SafeExpress Type-B карты стали массовыми. А SD карты V90 достаточно редки и стоят дорого. Но если вы не хотите использовать карты SafeExpress Type-B по какой-то причине, ну, например, у вас есть одна крутая камера, а другая попроще одного бренда, либо у вас есть две камеры разных брендов, у одной из которых есть слот SafeExpress, а у другой нету, то вам, естественно, проще купить одну быструю SD карту, чтобы она могла работать и в той камере, и в другой, и в третьей. И еще можно ее поставить в огромное количество других гаджетов. Ну, а если у вас такая кинокамера, как C70, то у вас вообще, в принципе, другого варианта нет. Итак, давайте переходить непосредственно к замерам скорости. На самой карте у нас написано 300 Мб в секунду. И обычно производители карт в таких случаях указывают именно скорость чтения. Но давайте прогоним эту карточку через Blackmagic Disk Speed Test, и мы видим, что скорость и чтения, и записи у нас составляет в районе 220 Мб в секунду. На самом деле, вот эти индексы V30, V60 и V90 означают минимальную скорость последовательной записи. То есть, V90 означает, что карта не имеет права опускаться при скорости записи ниже 90 Мб в секунду. V60, соответственно, ниже 60 Мб в секунду. Поэтому, если у нас карточка V90, а скорость записи на нее больше 200 Мб в секунду, то, по сути, она в 2 раза, даже больше, чем в 2 раза, в 2,5 раза превышает вот этот минимальный порог, который должен быть у карт V90. То есть, как я уже сказал, на C70 это работает без проблем. И также есть такая неприятная особенность у карт памяти, ну, точнее, у контроллеров. Дело в том, что вы можете начать снимать видео, и все хорошо, но по мере заполнения карты памяти, ее скорость начнет снижаться. И вот этим как раз-таки отличаются дорогие, хорошие, быстрые карты памяти от дешевых. На этой карте никаких проблем нет. Дело в том, что я уже походил, поснимал на эту карту в 4К 120, форматнул ее, потом вот этот прогнал тест до полного заполнения карты, отформатировал ее, и сейчас, собственно, опять снимаю видео в RAW. Да, кстати, возможно, некоторые из вас замечали, что спустя 2, 3, 4, 5 лет, ну, в зависимости от того, как вы часто эксплуатируете карту, ее скорость записи, скорость чтения, ну, обычно записи снижается. Но это связано с естественной деградацией карты. То есть, если вы реально снимаете практически каждый день, да, скорее всего, через 2 года вам придется обновить карту. Но что я вам скажу, друзья, если вы видите, что ваша карта уже со временем скорость начала терять, окей, просто поставьте ее в технику, которая не требует высокой скорости. Например, у меня на одной из машин стоит видеорегистратор, в котором карта не менялась с момента покупки. Я этот регистратор купил в 2014 году. То есть, она работает уже 10 лет. Одна и та же карта, но она не очень большого объема, она всего лишь на 64 гигабайта. Но дело в том, что 10 лет назад 64 гигабайта, это были, типа, нормальные карты по размеру. Этот тест я проводил, используя встроенный картридер в мой MacBook Pro на процессоре M1 Max. Потом я подумал, что может быть, картридер ограничивает скорость, и взял картридер UHS-2 с интерфейсом USB 3.1, и, соответственно, получил скорость даже ниже, чем на маковском картридере встроенном. Но потом, дабы убедиться, что у меня действительно ничего не режет скорость, я посмотрел на Reddit реальные тесты других пользователей и увидел, что, да, действительно 220 мегабайт в секунду – это стандартное значение скорости для этой карты. Напоминаю вам, друзья, что я провожу индивидуальные консультации, поэтому, если вы хотите пообщаться со мной лично на тему съемки видео, подбора оборудования и всего чего угодно, связанного с видеопроизводством, опять же, в описание заглядывайте, цены там будут, смотрите, выбирайте день и давайте общаться. И общение наше происходит по видео, и, по-моему, это просто прекрасно. Как я уже сказал, на текущий момент это одна из самых доступных, если не самая дешевая карта памяти V90. Опять же, в описании можете посмотреть актуальные цены, и стоит эта карточка в районе, ну, там, от 200 до 250 евро, в зависимости от магазина, в зависимости от страны, где вы покупаете. То есть, конечно же, это в любом случае гораздо дороже, чем карточки V60. Но я хочу вам показать разницу в скорости. Это карта другого производителя, и прикол в том, что, несмотря на то, что с C70, постоянно, когда я вставлял эти карты и включал режим, ну, вот, либо высокоскоростной съемки 120 кадров в секунду, либо режим RAW, у меня камера писала, что эти карты не подходят. Но при этом C70 очень хорошо работает с буферизацией записи на карты памяти. То есть, у нас запись идет равномерно. На некоторых камерах у вас может скорой записи плавать, например, от 140 до 40. То есть, да, средняя у нас получается в районе 80, но она гуляет. Так вот, на C70 у нас буфер заполняется равномерно. И, в принципе, несмотря на то, что на картах памяти максимальный порог был 90 МБ в секунду, даже видео с битрейтом 81 МБ в секунду, эта камера нормально записывала. Это, собственно, опять же, к вопросу проектирования камер, и почему мне нравятся камеры Canon. Ну и, как вы только что могли увидеть, скорость записи между вот этими двумя конкретными картами V90 и V60 отличается больше, чем в два раза. То есть, 220 МБ в секунду против 90 МБ в секунду. При этом, скорость чтения у нас одинаковая. И вот это, собственно, все, что я хотел вам показать в сегодняшнем видео. Опять же, в описании цены на эту карточку будут. Заходите, смотрите, сколько она стоит. На сегодня у меня все, друзья. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok